Здравствуйте! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с вами, уважаемые телезрители, а также общественниками нашего района. И вместе, совместно мы пытаемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского муниципального района. Так, сегодня мы поговорим об услугах платных, образовательных в наших учебных учреждениях. Если у вас имеются какие-либо вопросы, наш телефон 508-86-84. Звоните по прямой линии, задавайте вопросы общественникам нашего района. Кроме того, я вам напоминаю, что любое ваше обращение, даже не касающееся темы нашего сегодняшней беседы, все равно считается официальным заявлением в Общественную палату Одинцовского района. В наших гостях сегодня Оксана Владимировна Романовская, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по науке и образованию. Здравствуйте! Здравствуйте! А также Илья Патович Савельев, эксперт-консультант Общественной палаты. Здравствуйте! Здравствуйте! Илья Патович, Оксана Владимировна, рад, что вы к нам сегодня приехали. И действительно есть у нас, насколько мне известно, такое явление, как платные услуги образования, причем в школах, в лицеях, то есть в общем-то в обычных местах, где обычные самые детки учатся. Но все-таки вот не всем понятно, и прямо признаюсь мне тоже, что это вообще такое, почему детям, чтобы узнать что-то в школе по математике, по русскому, нужно еще и дополнительно деньги платить. Все-таки давайте, вот вы как эксперты, нам проясните, что же все-таки такое эти платные услуги, что они в себя включают? Платные дополнительные образовательные услуги, это прописанные в законе об образовании и проводятся с целью дополнительного образования детей. Это образовательные услуги, оказыванные на договорной основе и согласно программам, и сверхосновной программы, которые предусмотрены образовательными стандартами. Но это те же, то есть предметы, общество знаний, математика, литература, русский язык? Нет, это не обязательно предметы, именно, значит, спецкурсы, которые именно по предметам этой и могут быть, и творческой направленности, и дополнительно в какой-то сфере, ну, там, по предметам экологии. Ну, например, экология, экономика, международные отношения иногда могут висеть. Но спецкурсы, именно как они появляются? От потребностей учащихся, от желания родителей, например, они могут нести свою инициативу. Мой ребенок хочет изучать международные отношения. Ему это интересно, он смотрит всякие передачи по эту тематику и так далее. То есть такие инициативы могут рождаться и, по всей видимости, рождаются на, допустим, родительских собраниях и так далее, правильно? Значит, в конце каждого учебного года проводится презентация программ, проводится мониторинг спроса, на какие курсы, спецкурсы на следующий год хотели бы расширить свой кругозор и получить информацию дети. И, естественно, все это обсуждается с родителями, и потом составляется программа по каждому курсу, и эти программы презентуются родителям, и они уже видят. Мы сейчас давайте прям поподробнее остановимся на программах, а сперва примем звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и мы вас слушаем. Людмила Васильевна. Здравствуйте. Я к вам обращалась в прошлую среду по вопросу электроэнергии, что у нас она беспечно горит в двух подъездах по новому адресу Березова 2А. А, я даже помню, вы имели в виду, что она у вас горит в светлое время суток, то есть электроэнергия тратится в никуда, получается. В светлое время суток, да, вы представляете, 23 этажа до 2 подъезда, это 46 этажей, посчитайте, в две лампочки, и никому до этого дела нет. Да, получается, немало. МУП ЖКХ не хочет принимать даже этого внимания. Ну, как же так можно? Тут живут пенсионеры, нищие люди, а нам столько приходится платить. Будет это когда-нибудь конец или нет? А, Людмила Васильевна, я передавал данные-данные в комиссию по ЖКХ. Вы скажите, они с вами связались за эту неделю? Нет, они не связались, даже и не думали связываться. Ну, смотрите, я думаю, что тут ситуация понятная. По всей видимости, у них либо потерялись данные, либо еще что-то, сами понимаете, при таком вале обращений разные вещи могут произойти. Мы повторно именно по вашему адресу, по вашему телефону, вашим контактным данным прямо обратимся в общественную палату, комиссия по ЖКХ. И я надеюсь, что они действительно наконец-то с вами свяжутся. Если нет, звоните опять, приходите к нам в передачу уже лично, потому что в данном случае это, на мой взгляд, все-таки недоработка общественной палаты. Спасибо за этот звонок. Ну что ж, давайте мы тогда вернемся к нашей теме беседы. Мы говорили о конкретных программах, которые, соответственно, по платному образованию, которые в наших школах имеются. Оксана Владимировна, получается, что, конечно, есть какие-то дополнительные программы, дополнительные предметы. Я правильно понимаю, все, что вы перечислили, это то, что представлено в нашем Одинцовском районе? Да, в нашем Одинцовском районе. Вообще понятия платных дополнительных образовательных услуг, они называются дополнительные. Они никак не пересекаются, вот я уже повторяюсь, основной образовательной программы, которая дается в рамках стандарта. То есть то, что обязана школа научить. Это сверх того, и на каждый курс разрабатывается своя программа в соответствии с темой курса. Каждая разрабатывается тематическое планирование. Также, как составляется штатное расписание. И введение платных образовательных услуг еще направлено на удовлетворение потребностей, да, и на дополнительное финансирование, привлечение финансов для развития образовательных учреждений. Ну, я так понимаю, в этом ведь одна из основных, в общем-то, причин появления именно дополнительных услуг по образованию в школах, потому что они, в конечном счете, они уже как бы и не вполне нас самообеспечены. Так как мы стали, мы предоставляем муниципальную образовательную услугу, вот, то это все в рамках, и это доходы и расходы заключаются в план финансово-хозяйственной деятельности каждой образовательной организации. Да, и поэтому мы имеем право предоставлять и платные, и бесплатные, естественно. Ну, хотел бы напомнить то, что образование перешло в сферу услуг. Есть сфера услуги как платные, так и бесплатные. Например, самый востребованный спецкурс – это адаптация детей к школе. Когда приходят дети в возрасте 5-6 лет получать начальные знания, чтобы потом поступить в школу. И когда они прошли этот курс, то они уже более уверенно держатся у себя, как и в школе, когда они приходят. Им уже знакомы стены, учителя. Это своего рода такой нулевой класс, получается, подготовительный перед первым, правильно? А что конкретно, вот если мы об этом курсе заговорили, он себя включает? Это непосредственно какие-то навыки социальные, или речь идет именно все-таки об образовательном моменте? Образовательные моменты, конечно, там предметы, изучение начальное, и такие предметы, как математика, письмо, чтение. И дальше уже добавляется развитие творческих способностей, например, спортивные направленности могут быть, курсы там тоже. Или такие ритмика, иностранный язык в игровой, всю эту форму. То есть те начальные знания получают, которые программы так сейчас наши составлены, что это большая помощь. Дети, когда уже в первый класс приходят, вот те, кто прошел этот курс, они, ну, уже адаптированы и намного лучше, и качественнее воспринимают материалы уже в начальной школе. Но я так понимаю, в любом случае, этот курс ведь каким-то образом унифицирован. Ну, как начальное, да. Это ведь не просто первый класс, который ребят проходит заранее. Нет, конечно, нет. Дублирование потом не идет. Нет, то ли, знаете ли, ситуация, действительно, когда ребенок приходит и проходит то же самое, говорят, что это закрепление материалов. Нет, нет, нет. Основа этого курса лежит в самом названии «Адаптация детей к школе». Идет адаптационный период, потому что детям очень сложно адаптироваться в своем возрасте, к изменениям. Они где-то год-два только к детскому садику адаптируются, к коллективу. И мы, когда они уже выходят из садика, им сложно снова вклиниться в коллектив. И этот курс, в основном, направлен на адаптацию детей. Она так и называется. Так и называется. И на самом деле все это проходит согласно допущенным и учебным учебникам, и тетрадям. То есть это не вот просто учитель там взял. Это специально написанные программы для детей шестилетнего возраста. Мы сейчас продолжим эту тему, спрямо примем еще один звоночек. Хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня несколько вопросов, может быть, не по теме, простите меня за это. Ничего страшного, прошу. Он все-таки влияет на жизнь восьмого микрорайона. Так. Здесь есть у нас торговый центр «Союзный», и у него, рядом с ним, очень активное движение. Идут пешеходы, в том числе и школьники в школу, едут машины. Очень давно напрашивается наличие светофора. Это непосредственно напротив торгового центра? «Союзный», да. Потому что пешеходы идут, водители нервничают, иногда отрываются с места очень большой скоростью. В общем, обстановка, конечно, мало сказать, неприятная. Извините, я прошу прощения, не как-то отметил. Вы не представились, да, кажется? Как вас можно, как вам обращаться? Меня зовут Людмила. Людмила. В принципе, я думаю, что это очень хорошая тема для беседы, потому что, насколько мне известно, установка светофоров в районе и в городе Одинцово, в частности, как раз-таки идет по согласованию с жителями. Не так давно, я думаю, вы знаете, напротив Одинцовского гуманитарного университета установили светофор на месте, которое всегда было довольно проблемным. Думаю, что действительно, если такая необходимость есть, то власти данный вопрос рассмотрят, и мы, конечно, вашу заявку в комиссию по ЖКХ передадим. Вы говорили, что несколько вопросов, соответственно, еще что-то есть, правильно? Нет, вот это был самый основной вопрос. Ну все, спасибо за звонок. Я думаю, что комиссия по ЖКХ, скорее всего, будет по данному вопросу работать. Мы передадим им ваши данные, и вы уже на месте обо всем договоритесь. Спасибо за звонок. Ну что ж, давайте пока вернемся к нашей теме. Итак, мы говорили про платные соответственные услуги. И раз они платные, то не может просто не зайти разговор о все-таки ценах, ценообразовании. Какой же приз куранта у нас получается на эти дополнительные услуги? Где-то 250 рублей за одно занятие в неделю 45 минут. Если посчитать месяц, то получается 1000 рублей. Цены очень маленькие. Думаю, каждый родитель может себе позволить, если он заинтересован в дальнейшем развитии своего ребенка. В основном эти дополнительные курсы признаны на расширение определенных знаний. Если человек, он технический, слотома, ему это интересно. Но он может пойти на дополнительные курсы информатики, которые не включены в основную программу. Изучать языки программирования, так сказать, более углубленно. В основном в школе Паскаль изучается. Или человек творческая личность, гуманитарная. Скажем, на изучение общества знаний определенных таких сложных вопросов, как, например, избирательное право, избирательное законодательство, или что с выборами, которые связаны. Либо на изучение истории Священной Римской империи. Если бы это забралась группа, именно поэтому сказать интересу. Ну, смотрите, вот меня что беспокоит в данной связи, это, как ни странно, квалификация людей, которые это преподают. Смотрите, получается, что, насколько я понимаю, непосредственно это школьные учителя, это не приглашенные дополнительные специалисты, правильно? Могут и быть приглашенные, но вообще в основном это учителя. Смотрите, получается, что, предположим, у нас работает квалифицированный специалист по истории, но как раз-таки возникла необходимость изучать подробно, допустим, историю Древней Византии, Византийской империи. Насколько все-таки человек может быть действительно в этом квалифицирован? Не получится ли, что родители, пусть и тысячу рублей для многих тоже деньги, тратят деньги, при этом фактически человек там просто от себя тиной занимается, фактически продвигая свое хобби, при этом получая деньги? Не будет ли такой ситуации? Нет, но мы же уже вам сейчас сказали, что прежде чем выбирают или записываются на курсы, каждый учитель, тот, кто будет вести этот курс, он презентует свою программу, он показывает, что будут изучать, в количестве каких часов и какие знания получат дети. Значит, он эту программу разработал, и видит, да, и видит учителя, и зная о его квалификации, и, конечно, неквалифицированный работник не сможет вести курс. Мы сейчас продолжим тему, пока принимаем еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и мы вас слушаем. Анна Ивановна, будьте любезны, вот такой вопрос. Может быть, сейчас не по теме вы насчет учебы, а мы как пенсионеры. Вы понимаете, вот в районах Люберецкий, Жуковский, Раменский, там все автобусы пенсионерам предоставляют льготы. Здесь же, в Одинцове, почему-то ходят автобусы в основном, льгот нет, льгот нет. Даже в Люберецком районе, на Лайнушках, и то пенсионеры пользуются льготами, дешевле билеты. В среде, чем Одинцовский район так отличается от других районов. Насколько я могу судить, данный вопрос обычно решают непосредственно с конкретными автобусными предприятиями, транспортными, которые предоставляют данные услуги. Я думаю, что вам, скорее всего, у нас как раз-таки одна из комиссий общественной палаты сможет консультационную поддержку здесь оказать, объяснить, что где, и, скорее всего, подсказать конкретные рейсовые маршруты, которые все-таки льготы предоставляют. Уверен, такие автобусы у нас также имеются. Спасибо за звонок. Но мы давайте вернемся к нашему разговору. Мы говорили о ценах. Илья Патович сказал, что порядка 250 рублей – это, конечно, средняя цена. Или она все-таки установлена, фиксированная по району? Ну, согласно утвержденному, каждая образовательная организация составляет название курса, предоставляет программу, кратность. И согласно постановлению правительства разрабатывается прескуранция, единый, и регулируется потом, и утверждается руководителем администрации. И мы не… здесь никакого самовольного нет. Все согласно законодательству единому ценовой политике на предоставление платных услуг, которые существуют. А они как-то коррелируют в зависимости именно от дисциплины изучающих? Да, конечно. Ну, существует же положение, и существуют, господи, единые, как сказать, критерии и коэффициенты. Каждая услуга сколько-то стоит. И поэтому мы и даем программы, и смотрят уже финансово… Ну, это все зависит от спроса на эту… Нет, зависит от, какая это услуга. То есть ее содержание. И у каждой услуги есть цена своя. Ну, пока, честно, не очень понятно. Давайте попробуем поподробнее. Вот у вас сейчас, может быть, есть какие-то данные? Вот, например, какая у нас самая дорогая, считается, дисциплина? Какая самая дешевая? Ну, вот самая дорогая – это в основном адаптация детей к школе. И то она зависит. Если раз в неделю, то одна цена, да? Если два раза в неделю, зависит от количества часов, сколько ребенок получает. Ну, вот в среднем есть 400 рублей, и 200 рублей, и 300 рублей, в зависимости, вот я говорю, от часов. То есть вот 400 рублей – это два с половиной часа два раза в неделю. По два часа как раз там. Все зависит от размера школы, и, повторюсь, от сколько людей захотело пойти на этот курс. Есть сельские школы, где этот данный курс может составлять группа 5-5 человек. С ними легко работать, и они могут справиться за один час. А есть школы, где по 20 человек, например, которые не могут за один час весь материал рассказать. Потому что детей много, и надо каждому все это рассказать и объяснить. Потому что дети только проходят операционный период, и каждому ребенку нужен определенный подход. Не, ну, требования к количеству человек в группе есть. То есть не более 10 человек, 10, 12. И не менее какого числа? Ну, не менее, ну, трех-четырех. Это в основном, когда вот такие узкие спецкурсы идут. Ну, узкие. Ну, если хотят, и почему бы, и нет. Да, если просто смотрим какой спрос на этот курс. Скажите, если вот есть желание у ученика школы 1, например, изучать, я не знаю, геодезию и картографию. Но при этом данного курса, конкретно, допустим, желающих данный курс ввести в программу, в школе 1 не нашлось, а в школе 2 он есть. Есть ли у ученика возможность в другой школе? Конечно. То есть он не привязан жестко именно к своему учебному учреждению? Ему просто было бы удобно приходить в свою школу. Было бы удобно. Но в данном случае, то есть это чисто коммерческие отношения человека со стороны и предприятия, правильно? Да. А может ли человек, допустим, из другого вообще района приехать, города? Ну вот я знаю, что вот именно вот этот курс, который адаптация детей к школе, пожалуйста, если они хотят, именно подготовить своего ребенка именно в какой-то определенной школе. В пакет документов прописка не входит. Да. То есть это же желание. Хочешь, получай эти знания на этих курсах. Хочешь, нет. Это же не обязаловка. Поэтому можем, что интересно. Основной документ это про заявление от родителей и все. Нет, договор. Это не заявление. Ну конечно, раз это конечная основа. Должна быть договорная основа. Сначала заявление, а потом договор, естественно. Он ходит по бюджету, по безналичному расчету, сразу на счета организации. И потом, как мы знаем, что даже за потраченные деньги 13% родители потом могут вернуть. У меня вот, знаете, создается очень непонятное все-таки отношение к данной инициативе. По какой причине? Ни для кого не секрет, что образовательные процессы в нашей стране за последние годы сильно преобразовались. Был введен ЕГЭ изначально, потом был видоизменен ГИА в свое время и так далее. Разумеется, меняются и требования к школьным программам. Вот нет ли такого ощущения, да, у вас как людей, которые работают в образовательной сфере, что, возможно, следует менять что-то на более глубоком уровне? Если у людей возникает потребность, да, чтобы их дети изучали микро-макроэкономику, предположим, в школах, да, не стоит ли менять базовые школьные программы, чтобы как раз-таки вводить эти дисциплины туда? Ну, может, на своем опыте, извините, Оксана Владимировна. Прошу. Я, когда был учащимся в 7-й гимназии, я начал ходить на эти курсы с 10-го класса на 3 дисциплины. Это по русскому, по математике и по обществознанию. Если взять обществознание, мы как раз все это рассматриваем в более углубленном варианте. Нам мы приходили, говорили, Ирина Геннадьевна, мы хотим изучить это, это, можете нам более подробно объяснить. И мы весь наш, наши часы, определенные, которые мы выделяли, мы изучали это более углубленно. Вот так вот. Но другие у вас не пересекались с темами урока? Никак не пересекались. Значит, по поводу того, что как-то изменить саму программу. Значит, у нас на старшей ступени есть профильные классы. И вот тоже по потребностям. Если, например, есть класс социально-экономический, и там вводится экономика как профильным предметом, то, естественно, потребностей в платном курсе нет. А если какие-то другие профили, но несколько человек им, ну, вот они передумали, поступать будут сначала гуманитарное направление, а потом, например, экономическое, и у них возникла такая потребность, то тогда мы для таких детей вот и вводятся эти курсы. Ну, это понятно, это частный момент, а я имею в виду в целом, в общем. Вот нет ли ощущения, что потребности общества, да, ожидания их от школьных программ, от выпускников-лицеистов, все-таки несколько изменились? Сейчас как раз и идет, и началось обсуждение новых образовательных стандартов старшей школы. Поэтому можно сказать свои предложения, и я думаю, мы будем говорить об этом, потому что сейчас обсуждаются, прежде чем принимать. Вот насколько мне известно, в Российской еще империи дети изучали с детства такие три достаточно, на сегодняшний день, казалось бы, необычные дисциплины, которые, хотя, например, в Европе и в США достаточно известны. Это риторика, это этика и это формальная логика. Соответственно, логика, в принципе, у данной программы цепочки была в том, чтобы благодаря формальной логике научить детей вообще мыслить, формулировать грамотные мысли, да. С помощью риторики доносить данные мысли до собеседников, с помощью этики детей приучивали к тому, чтобы они не использовали эти навыки во зло, чтобы не учились там лгать, врать и так далее. Вот, например, что-то подобное, то есть достаточно глобальное видоизменение, в принципе, образовательное, не только школьное, а вообще образовательное программное, не запрыгиваете ли сейчас? Я знаю, что эти курсы ведутся и во внеурочной деятельности. То есть это как раз вот те самые платные условия. Это бесплатные, это можно все вести, и во многих школах это ведется в рамках внеурочной деятельности, где дети вот хотят. А на старшей ступени у нас есть русское речевое общение, и это в рамках основной образовательной программы, в рамках стандарта. Это обязательный предмет. А вот если где-то это как бесплатно, да, идет... Это бесплатно, это во всех школах идет. Я понимаю, да, а вообще во всех. Нет, вот что я сказала, русское речевое общение, это идет во всех школах. Ну, если вернемся, допустим, к формате. А, например, риторика, ну, пожалуйста, выбирают. Ну, во многих школах это есть. Это развитие творческий, РТС, такой предмет есть тоже. То есть спрос у нас имеется. Где логика, пожалуйста, это есть. И это бесплатно в рамках внеурочной деятельности. Все зависит от специфики школы, от ее уклона. Ну, кстати, хочу сказать, что вот и как раз внеурочной деятельности очень хорошо тоже помогают. Это вот, это как бесплатные курсы. Просто хотелось сегодня довести, что есть, да, то, что, ну, не к сожалению, а то, что вот действительно, что мы стали образовательной услугой, образовательной организацией, что мы оказываем услугу, что у образовательной организации появилась такая возможность, что можно... Частично еще и на самообеспечение при этом перейти. Да, да, да. Следующий вопрос касается, в общем-то, содержания программ. Вы сказали, что, конечно, преподаватели сперва презентуют, да, свою будущую программу. А есть ли вариант, при котором они, допустим, совместно с родителями в процессе как-то видоизменяют? Нет, такого быть не должно, потому что все обговорено в договоре, программы эти все утверждаются, составляется также календарно-тематическое планирование, составляется расписание. И в школах есть человек, который отвечает за платные образовательные услуги, ведет контроль непосредственно. И, естественно, мнение спрашивают, если какой-то нарушается пункт договора, то заказчик обязательно сообщает исполнителю. Мы исполнители, ну, школы, да, организации. А заказчики — это наши родители, дети, да, и мы... Понятно. Поэтому и на договорной основе, что не может, в договоре все это прописано. Это понятно. Ну, смотрите, я так понимаю, что зачастую подобные программы, да, они создаются достаточно индивидуально, потому что в какой-то школе предмет могут звучать два человека, да, как мы сейчас говорили, в какой-то десять. Соответственно, все-таки имеется некоторый стандарт по всем. Ну, конечно, конечно. А где можно, например, я так понимаю, вот посмотреть предложение, да, вот какие у нас вообще могут быть дополнительные курсы. Не по конкретным школам, а вот, в принципе, есть такой какой-нибудь информационный портал? Ну, посмотреть, какие курсы, какие образовательные организации предоставляют, да, естественно, это есть и на сайте управления образованием, и на каждом сайте школы. На каждом сайте каждой школы. Ну что же, еще один вопрос мой касается, насколько мне известно, мониторинговой работы, которую вы проводили не так давно. Но в связи с этим, я думаю, не будет сюрпризов, я попрошу небольшую статистику привести, наверняка вам она известна. Сколько у нас вообще школ в районе предоставляют все-таки услуги платные и образовательные? Всего 47 из них школ образовательные. Среди них предоставляют 40. Если сравнивать с прошлым годом, на 6 школ увеличилось. Мы видим динамику роста именно. Именно актуальность платных услуг. И расширилось количество предоставляемых курсов. Да, расширяется. То есть увеличилось. А разработкой данных курсов кто занимается? Разработкой данных курсов занимается каждый учитель. Это именно, то есть не работа управления, в данном случае это работа индивидуальная именно специалистов. Ну конечно, как специалистов, да. Ну он же будет вести эти курсы. И все программы утверждает директор школы. То есть все в рамках, как положено закона. А с чем вы связываете то, что на 6, если я не ошибаюсь, в этом году увеличилось все-таки число подобных учреждений? Ну, запросы. То есть спрос и предложения. Да, спрос и предложения, конечно. А есть ли по вашему динамика в дальнейшем? Ну конечно. Потом я уже сказала, каждая школа стремится дополнительное привлечение финансовых средств для своего развития. Потому что все деньги, которые поступают, они делятся следующим образом. Естественно, это идет 50% на оплату труда работников, 10% идет на оплату коммунальных услуг. И остальные деньги, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, уже образовательная организация определяет сама. На приобретение технологического оборудования, на спортинвентария, на приобретение компьютерного оборудования, на приобретение программ каких-то. Либо это на какие-то нужды косметического ремонта провести. То есть здесь уже сама организация распределяет эти доходы, куда эти деньги потратить. Но это, естественно, все для улучшения материально-технической базы школы. Ну и я все-таки надеюсь, что в основном не только для этого, а для того, чтобы все-таки отвечать потребностям детей. Это я имела в виду, куда расходуется именно финансово. А так, конечно, это помогает и это повышает качество знаний. Я думаю, даже не только знаний, но мое мнение, даже, пожалуй, и престижа образовательных учреждений. Ну что же, я благодарю, что вы к нам сегодня приходили. Мы обсудили достаточно важную, на мой взгляд, тему, тему образования, потому что она все-таки связана с нашими молодыми людьми, с нашим будущим поколением, в конце концов, с людьми, которые в будущем будут нашими руководителями, нашими людьми, делающими экономику и вообще нашу страну. Спасибо, что пришли. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о дополнительных платных услугах образования в образовательных учреждениях Одинцовского района. Напомню, наш телефон 508-86-84. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения к Общественной палате Одинцовского района, звоните нам в течение недели. Кроме того, вы можете воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте Общественной палаты или написать электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. До встречи через две недели.